По заявкам граждан в Ишимском районе начались ежегодные сходы жителей с участием местных властей, жилищно-коммунальных служб, прокуратуры, МЧС и медицины. Благодаря такой практике уже решено немало проблем ремонт дорог, благоустройство дворов. На этот раз на Волоктинском сельском поселении решали судьбу пожарного поста. Оксана Павлова с подробностями. Леонид Александрович человек активный, знает о жизни на Волоктинцев практически все. Часто бывает в местной администрации, чтобы рассказать о проблемах. Ежегодно посещает сходы граждан. Благодаря ему и другим неравнодушным селянам в Новолоктях все дороги асфальтированы, а на озере появились мостки для купания. Сегодня у него тоже есть наказ властям. С кладбищем тут еще проблема остается. Это то, что в любую непогоду, вот как начинается весна, осень, дальше затяжные дожди летом, все, проблема, как схоронить, как унести на, как говорится, на постоянное место жительства ушедших из этой жизни. Благодаря ежегодным сходам граждан в Новолоктях за последние три года решили массу проблем. Ликвидирована несанкционированная свалка, построены игровая и спортивные площадки, асфальтирована народная тропа через рощу. Пришли в школу, туфли грязные бывают, одежда грязная. Ну вот и говорили, говорили, поставили вопрос на сходе граждан. И возникла такая необходимость, чтобы построить пешеходную дорожку от детского садика, от администрации, от почтового отделения, до школы, до дома культуры, до магазина, к остановочному комплексу. Сейчас можно пройти сухой ногой детям и взрослым по этой дорожке. Дороги вообще занимают верхнюю позицию в рейтинге проблем. В районе реализуется трехгодичная программа. В этом году на нее потратят 50 миллионов рублей. В текущем году, естественно, добавляется еще один. В следующий год вносятся новые объекты, которые, кстати говоря, и входят в эту программу не просто так, что мы подумали и решили, а именно по заявкам граждан в ходе обсуждений и таких моментов. Сегодня на Волоктинце решали судьбу пожарного поста. Необходимо найти деньги на аренду помещения, где он располагается. Иначе придется закрыть, но жителям пост нужен. Оксана Павлова, Евгений Пытько, Тюменское время.